Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я не знаю, как правильно описать, мне 28 лет, в том году осенью я вышла из секретного отпуска на работу. Работала в экономической должности 6 лет, но из-за того, что мне нужны были частые больничные для ребёнка, ради него я согласилась перейти на делопроизводительскую должность и столкнулась с тем, что меня начала угнетать работа и ощущение, что я ничего не сделала, хотя это не так, я занимаюсь разноплановой деятельностью с людьми и все категории их мной довольны, меня раздражают публикации, ведение соцсетей моей организации. Пробовал отказаться, но говорят, что качественно и хорошо делать так не будет никто. Чувствуя, что я живу неправильно, меня разъедают и я не знаю, что делать. Дело финансово странное и моральное, мои коллеги учителя вырастили меня из студентского учреждения в его работниках, знают меня больше 10 лет. Подскажите, как мне в этой ситуации быть? Действительно, здесь на самом деле. Сейчас будет одна глобальная проблема. И эта проблема заключается в вашем стримлении контролем. И я бы еще сказал, некое такое перфекционное присутствие. Вот это собственно те проблемы, которые вам нужно решать, как мне кажется. Почему я так говорю? Дело в том, что, как правило, четкие больничные для ребенка нужны тогда, когда ребенок как-то вот сам не может обходиться без вас. И в случае, когда ребенок не может обходиться без родителей, если мы не берем в расчет, например, допустим, ну, к примеру, серьезные или довольно редкие заболевания у детей, то это зачастую следствие гидропеки. Вот. Это следствие гидропеки. И соответственно, необходимо опускать немножечко вам контроль. вот. Необходимо работать с личными границами, вот, чтобы разделять ответственность между собой и, скажем так, людьми, которые вас окружают, скажем так. И тем самым, вот, в той или иной степени себя несколько разгружают. И позволять себе быть в общем и целом той, кто ты есть. Ну, на мой взгляд, совершенно, совершенно очевидно, на мой взгляд, что сейчас у вас, вот, такое возможно, ну, такое возможно, такое возможности. А, нет, нет, у вас нет возможности быть собой, потому что вы чувствуете, что должны всем, вот, должны своему ребенку, да, должны вашим коллегам, должны вы, наверное, еще кому-то, то есть, вот, очень большое здесь напряжение. Значит, и вот, собственно, отсюда такая вот у вас история возникла. Вот. Ну, нужно отличать ваши, так скажем, ценности. Которые у вас есть именно ценности от привычных моделей поведения, от привычных установок, которые вы используете для решения проблем. Вот. 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 Пожалуй, такой ответ я мог бы вам сейчас предоставить с точки зрения психотерапии. На мой взгляд, это такая каплика. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. что-то позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.